Вторая волна коронавируса накрыла полмиллиарда человек в странах Европы. Страны ввели не только масочный режим и комендантский час, но и начинают вводить так называемые локдауны, то есть карантин. Многих жителей стран это не устраивает, и они вышли на протесты. Например, Испания. По поводу беспорядков, которые сейчас происходят, это не демонстрации против COVID-19, а больше протеста жестоких людей, которые не уважают власти и которые ищут конфронтацию с полицией. Есть много людей, которые действуют мирно, но агрессоров больше. Мирные просят дополнительной помощи малому бизнесу, потому что правительство помогает только большим компаниям. Наша экономика очень пострадала за карантин, который длится вот уже три месяца. Но несмотря на то, что летний туризм помог нам встать на ноги, экономика до сих пор находится в очень хрупком состоянии. Многие жители Европы переживают за падение экономики и наступление затяжного кризиса. В первую очередь страдает малый и средний бизнес, которые оказывают услуги населению, и, соответственно, карантин сказывается на их развитии. В целом, это все сказывается на снижении темпов роста экономики и, соответственно, ВВП. Но, кроме того, здесь нужно обязательно отметить, что это сказывается и на показателях бюджетов, поскольку у нас есть косвенные налоги, которые поступают в бюджеты, они есть в европейских государствах, и, соответственно, при снижении совокупного спроса и снижении продаж сумма косвенных налогов сократится. А что станет с Россией после европейских локдаунов? Просто карантинные меры в самой Европе прямого отношения на экономику России иметь не будут. Но если мы, например, скажем, что аналогичные меры будут введены у нас, то, конечно же, это можно ретрансировать и экономику России. Россия относится как раз к той группе государств, которая смогла достаточно эффективно приспособиться к условиям коронавируса. Сейчас ситуация, конечно, очень острая, но, опять же, система координации, система регулирования, которая действует в России, она, конечно, позволяет надеяться, что вот эта ситуация будет каким-то образом регулирована лучше, чем в тех странах, где это все пущено на самотек. Валерия Кожевникова, Диана Желенкова, Универ Ньюз.